Пересечь Россию полностью не входило в планы Гвианеля, особенно зимой. Зато, признается турист, после российских морозов уже ничего не страшно. Кстати, в Сибири он и приобрел обувь, в которой хоть куда. Есть три слоя. Один. Один. Два. И три. Это русский. Трехколесный друг достойно проехал почти весь мир. Но и поломки были. С ремонтом он чаще всего справлялся самостоятельно. Если разложить это чудо-устройство, получится спальное место. Правда, сетует турист, спать на нем в 30-градусные морозы непросто. Наполненный приключениями путь Гвинаэль изучают в перерывах между путешествиями. На велосипеде встроен компьютер, так что есть откуда черпать необходимую информацию. Эмоции – это то, ради чего путешествует Гвинаэль. Уловить каждый момент в природе, встретить рассветы и закаты в разных городах мира. Познакомиться с людьми и культурой всех стран – его главная цель. И с проблемами сталкивался не раз. Но добрые люди не оставались в стороне. Было множество механических проблем. Но то, что я бы хотел отметить, это солидарность людей, которые хотели помочь мне продолжить мое приключение. О том, где разместиться во Владивостоке, знал за два месяца вперед, когда в далеком городе Кургане познакомился с байкером. Знакомство не прошло мимо, и отважный турист по прибытию поселился у гостеприимного товарища. Эти мотоциклисты привыкли друг другу помогать. И Гвинуэль каким-то образом все-таки тоже, как путешественник, пускай и на трехколесном велосипеде, но тем не менее, как долг мотоциклиста все-таки принять, разместить, помочь, скажем так, направить дальше в его путешествии большом. Добраться из Парижа во Владивосток – это только первый этап. В планах пересечь северную часть Тихого океана на весельные лодки. А только через два года турист вернется в свой родной город, но уже другим человеком.